приветствую и мы перемещаемся на северо-запад москвы в район тушина здесь можно неоднократно бывали вот у нас новые встречи здесь проходят и здесь от улицы свободы до опять же улица свободы вот проходит проезд до сплошного просто начинается только свободу потом от него ходят делать такую небольшую окружность вокруг полукружие такое а вокруг руль свобода и дальше опять не возвращает около жилого комплекса захара вот около химкинского водохранилища проходит он рядом с берегом как раз химкинского водохранилища этот проезд и по нему организован двухсторонний движения от мобильного транспорта полной полосе в каждом направлении и длина этого проезда составляет около полутора километров но в общем принципе проезд довольно-таки узкий по многих частях так что там не вам ее машины могут разъехать особенно в конце этого проезда около жилого комплекса захар вот ну и тротуары по нему тоже не далеко не везде в начале там тоже не везде есть тротуары в середине но в конце там уже вроде как и даже двухсторонний такой проект значит до 1160 года здесь был подмосковный город тушина вот и в 1160 году город тушина вошел встав москвы стала здесь москва и этот проезд назвали и дос флота вот потому что здесь было правление как раз вот эту самую организацию дос флота это было добровольное общество действий флота вот а позднее это общество содействие флота вошло в состав даса добровольное общество содействие авиации армии и флот вот сейчас это называется росту доса вот такая организация вами назвать начался по проблеме уже довольно давно нету у советское время но было вот и теперь название тоже больше степени столицы улица жилищно-социально не кроме того есть такая зеленая зона вдоль кимкинского хранилища около так сказать стадиона трудовые резервы но вообще так сказать что он поезд такой знаете я так сказать довольно диковатый довольно диковатый неприятный для прогулок то есть хотя эта зона она есть зеленая зона вдоль кимкинского хранилища но она скажем так я скажем так не очень рекомендовал вот там принципе появляться и гулять особенно конечно особенно конечно темное время суток и но там зимой в основном темное время ну она когда совсем там полный без люди но и ладно летом там народ есть потому что в общем то есть там бывали случаи когда и нападали на людей там такая довольно неблагоустроенная территория и могут там отобрать что-то и так далее в некоторых строениях там даже бездомные живут в общем такая публика отирается довольно неприятно вот поэтому конечно что-то в этом есть конечно какой такой адреналин да таких вот местах но и особенно кто если любитель таких вещей но но прямо скажем ну не комфорт не комфортно прогулка она просто поэтому пройдет конечно гулять можно все там в принципе ничего не огорожено пожалуйста заходи но не комфортно просто не комфортно такую удовольствие особо не получше прогулки по этому проекту это я имею ввиду что касается зеленые зубы там где жилые дома там ситуация попроще но а там что тут не делать обычные жилые дома жилые дома 12-этажные в основном 60-70 годов постройки но есть 14 этажный один жилой дом под номером 6190 года построить не в конце находится жилой комплекс захаркова вот ну и надо учиться смотреть и захарковской улице там 10 была деревня захаркова когда-то еще подмосковная да вот и вот не было несколько улиц но часа этих они фактически уже упразднены принципе эти улицы хотя надо показывать там где-то пытаются найти но по сути дела их уже в общем принципе нет они как раз примыкают к этого проезда госпорт вот и вот это жилой комплекс захаркова надо его причислять проезда госпорт иногда по 3-й захарковской улице но находится он фактически вот на этом проезде год это представляет собой 26 трехэтажных таунхаусов который такой городок коттеджный таунхаусов друг рядом с другом расположенными и был построен в 2002 году кроме того в начале проезда много медицинских учреждений это гинекологическая больница под номер два 355 года постройки поликлиника реабилитационного центра два две даже бывших медсанчасти вот которых сейчас находится в одно общежитие для мигрантов но трубу из какие-то офисы ну и также рядом находится офис аэрофлота тоже бывшие больничные помещения раньше спецбольница она занимала больше пространства сейчас в одном здании сосредоточена но раньше гинекологическое меду который в начале проезда находят затем мы пересекаем лодочную улицу и вот как раз здесь вот идет уже зеленая зона вдоль канала ингрессового хранилища точнее и здесь раз находится где он трудовые резервы вот со спорткомплексом велотреком всякими спортивными разными площадками вот ну и как раз вот такая зеленая зона там идет вокруг канала мы видим заброшенную гостинику трудовые резервы 5-этажное здание 1167 года построить сейчас там очень любят всякие школьники а террас ну тоже всякие такие мутные личности потому что окна заколочены по сути да ну там все комната туда проходит то и то еще место ну дальше там тоже недостроенные здания гостиницы идет тоже там опять же околачиваются какие-то непонятные люди вот ну и в общем там несколько в стороне от проезда уже около химпецового хранилища находится пристань захаркова ну когда-то обладали знаменитая а потому что там курсил такой речной трамвайчик от метро речный вокзал но не нет и троечный вокзал а вот речного вокзала и как раз вот этого из не захаркова постоянно курсировал то есть от одной стороны начали таскать ингрессового хранилища до другой но туда сюда туда сюда он так из например вам каждые 20-30 минут вот ну и уже несколько лет его отменили сейчас они есть запрещено не осталось она уже кажется обещала ну вот но и я что каждый красиво это вот виды виды очень красивым лично вокзал такой здание рук дело до которого построены часто на реконструкцию закрыт вот был построен еще в 37 году как раз вот когда открыли канал москва волга этот канал имени москвы вот и там вот конечно очень красиво смотрится много всего обещал радушно весны такие корабли стоят вот рядом около 3 3 необычно пришвартованы стоянку них тут бывает ну и да вида красивые виды на канал на точный вокзал узнать на территорию парка речного вокзала ну довольно красивый но еще раз говорю что вот местность вот эта которая окружает зеленые дозоны которая она вся такая диковато и там много мусора набросано такие она себя не обустроена для прогулок и поэтому конечно гулять можно там такая вот разруха и запустили до сих пор может когда-то за это место возьмутся тогда она будет хорошо да место хорошее но надо за это взяться а пока в принципе там практически в диком ну вот наверно все что хотел бы сказать об этом проезде до слова ну проехать как ну лучше всего наверное метро сходнинская летушинская ну и дальше там уже через улицу свободу по самому проезду господа вообще сраспорт не проезжает но через улицу свободу там довольно там и шестой трамвай ездит вот и и много автобусов машут автобус т-96 можно доехать трамвай тоже можно на шестой приятных прогулок это новостричная улица в москву